Владимир Анатольевич, как Вы оцениваете ход специальной операции на Украине, Российской Федерации? Последние недели есть мнение, что якобы чуть ли Россия не терпит поражения, учитывая, что такой огромный потенциал, и что можно было буквально за несколько дней или недель решить все вопросы. Вопросы поставлены понятно, демилитаризация, то есть цели специальной операции, в частности демилитаризация, деноцификация, но те, кто заявляет, что можно это сделать за неделю или даже меньше, это сугубо американский подход. Стереть с лица земли крупнейшие города Украины с их жителями, с населением, установить оккупационный режим и так далее и тому подобное. Разумеется, никогда и ни при каких обстоятельствах Россия на это не пойдет. Это факт исторический и это показывает вся история. Но говоря о самой операции и почему пришлось ее проводить, необходимо все-таки обращаться к истории. По существу вот эта вот борьба добра и зла, это отражение того, что было попытки ликвидации лишнего человечества уже на рубеже 33-45 годов прошлого века. Это было и сегодня самые деструктивные силы в мире, они пытаются, в общем-то, достигнуть реванша. Это тоже жестокая правда. Это жестокая правда. По поводу причин в данном случае даже не конфликта, а как и церковь и ряд ученых назвали это метафизическим конфликтом, то есть конфликтом в сфере смыслов. В Беларуси еще в 2012 году выпущена книга, это наш национальный архив, архив Комитета государственной безопасности, она есть в продаже до сих пор, называется ОУН УПА в Беларуси 1939-1953 годы. Это документы, это только сухие документы, только факты, заверенные факты, архивные документы. Разумеется, далеко, наверное, не все документы, но они страшны сами по себе. Действовали вот эти формирования организации украинских националистов и украинской повстанческой армии до 1953 года. Более того, после освобождения Беларуси, в этой книге есть приведены факты, только за неполных два года до 1946 года было более 2300 террористических актов, главным образом против мирного населения, потому что они не нападали на крупные гарнизоны. Более тысячи погибших и убиенных, в основном, это абсолютно гражданские люди. Это тоже историческая правда. Когда Шукевичу и Бандере были присвоены звания Героев Украины, в адрес военного ведомства нашего поступило огромное количество писем, главным образом от жителей Брестской области. Дело в том, что именно там и белорусы, и поляки, в том числе, кто сегодня граждане нашей страны, они стали, кому удалось выжить, они стали свидетелями ужаснейших сцен, геноцида. В Польше изданы книги, например, Гжега Жаматыки от Волынской резни до операции Висла. Есть страшная по своей сути книга Александра Кормана «Людобойство на всех языках». Это понятно, что это значит. Минимум 100 тысяч убиенных. Минимум 100 тысяч убиенных, причем эти факты, они обычно их не тиражируют, потому что они страшны, и их нужно знать не только историкам, политологам, но, прежде всего, психиатрам. Потому что это не просто геноцид, а изощренное убийство. В Польше есть памятник. Вот у Кормана это называется, как один из способов, 135 способов, умершвление, жесточайшее умершвление, убийство людей, в том числе детей. Прибивание детей к придорожным деревьям с образованием веночков или венков. Есть фотографии, есть памятник, на котором начертаны слова, смысл которых «Господи, если ты есть на небесах, сделай так, чтобы ты забыл обо мне, если я забуду о них». Это тоже жестокая правда. Сегодня те, кто уничтожал поляков, кто уничтожал белорусов, кто уничтожал русских, евреев и так далее, они герои. Они герои. Они не просто герои, а им признан статус эпических героев. Это тоже жестокая правда современности. И, как у Бертольда Брехта сказано, плодоносить еще способно чрево, которое вынашила гады. Поэтому это метафизический конфликт. И его необходимо завершить. Рано или поздно он, конечно, завершится. Хотя я полностью вас поддерживаю в том, что факты, которые изложены в том числе и в этой книге, их нужно просто знать. Чтобы когда из кого-то делают эпического героя, рисуют красивого борца за свободу или еще за какие-то идеалы, люди понимали, а что там на самом деле. И основа всего. А она не поменялась в течение времени. Одна из целей заявленных — демилитаризация Украины. На ваш взгляд, стоит ли говорить только о демилитаризации только Украины? Может быть, есть смысл разговаривать в более широком смысле не только за отдельно взятую страну, но и в целом о регионе? Вы абсолютно правы, потому что речь идет о событиях Украины на сегодняшний день. Это отражение глобальных проблем, глобальных противоречий. Первое противоречие, глобальное противоречие, это противоречие между необходимостью развития и потребления и наличием ресурсов и возможностями экосистемы Земли. Но главное противоречие — это противоречие между идеологией, в кавычках, на Западе не применяют, вот этого коллективного Запада и интересами национальных государств, интересами цивилизаций, которые хотят унифицировать и, по большому счету, уничтожить. Дело в том, что еще, например, в 1992 году знаменитая конференция в Рио-де-Жанейро по народонаселению, значит, откуда взялся термин, там устойчивое развитие. Но в этой материалах конференции их можно найти, значит, и на русском языке, например, есть закамуфлировано в середине один интересный тезис. Это контроль над рождаемостью. Для того, чтобы был рост потребления, где-то в каких-то регионах для этого нужно это потребление уменьшить в других. По большому счету, этот концепт является ничем иным, как ликвидацией лишнего человечества. Биомассы, как называют его. Как это можно сделать? Путем войны, путем биотехнологий, путем реформ, как ни странно. Но тот факт, что в глобальном масштабе вот это противоречие не устранено и, говоря научным языком, устранить его пытаются путем так называемыми архаизационными фундаментализмами, то есть уничтожением лишнего человечества. Это факт. Но фактом одновременно является то, что очень злую шутку с этим, назовем так, самым партией войны коллективного Запада. Сыграл Советский Союз. Сыграл Советский Союз, это главным образом к 70-м годам, обеспечив стратегический паритет с точки зрения обладания ядерными потенциалами, мир остался двухполярным. С одной стороны Соединенные Штаты Америки, с другой стороны Россия. То, что осталось от Советского Союза, то, что смогли сохранить свой оборонно-промышленный комплекс и, соответственно, конечная цель такой большой войны, она иррациональна, конечная цель ничто. В этом отношении показательно, что первым же актом нового президента Соединенных Штатов Америки Байдена стало подписание продления договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. Потому что вести большую войну бессмысленно и бесполезно. Это не устраивает самые деструктивные силы в мире. Именно поэтому появился политический дискурс, введено такое понятие, как гибридная война. Причем тут ничего принципиально нового-то нет. Во все времена одновременно любые военные действия сопровождались мощным информационным, политическим, дипломатическим сопровождением и так далее. Что же касается сегодня, то именно в Беларуси, хотя у нас не применяется этот термин в нормативных правовых документах, но 20 лет назад были сформулированы изменения, сущностные изменения современной войны. И сформулированы таким образом. Мы тогда 20 лет назад просто восхищались этим метким выражением одного из тогда на тот период молодого военного ученого, который сказал, если у Клаузевица, Карл фан Клаузевица, война есть продолжение политики иными насильственными способами, насильственными средствами, то сегодня, видя, что происходит с моим отечеством, следует признать, что не война продолжение политики, а политика современная есть продолжение войны, в том числе и не военными средствами, но продолжение войны. Поскольку на тот период, ну, относительно молодой военный ученый, не только ученый, но и практик, то сегодня он генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности, генерал-лейтенант Станислав Васильевич Зась. Поэтому то, что сделано нами в рамках на тот период реформирования вооруженных сил, оно завершилось в 2005 году, а сейчас осуществляется их дальнейшее строительство и развитие, все, что делается, это соответствует изменившемуся и характеру вооруженной борьбы, и изменившемуся сущности. Речь не идет о том, что война ушла в небытие, война превратила совсем иные формы, и сегодня, когда речь заходит о, например, терроризме, вот у нас на недействующей военной доктрине 28 статья, одним из характерных черт современной войны, это широкое использование специальных действий, сил специальных операций, регулярных и иррегулярных формирований, включая незаконные вооруженные формирования, террористические организации и так далее, и так далее, и так далее, и частная военная кампания. Кстати, помните, 2020 год, глава государства тогда призвал, давайте напомним, с чего начинались все эти конфликты, тогда еще в 80-е годы, спустя четвертью века, после трагических событий в Сумгаите, представлены данные, ни азербайджанцы, ни армяне не имели отношения к тому, что там произошло, а произошло то, что там играли оторванными, отрубленными головами. И сделано это было изначально частной военной кампании американской Гэри Беста. Об этом было известно и советским спецслужбам, и лично Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И на тот период, обладая огромнейшими полномочиями и ресурсами, это можно было все прекратить в масштабе всего Советского Союза за неделю. Это опубликовано, это можно найти, эти страшные факты, но это не было сделано. Поэтому то, что сегодня происходит, это попытка реванша самых деструктивных сил в мире. С военной точки зрения, на ваш взгляд, сейчас идет спецоперация, ну, рано или поздно она закончится, все войны когда-то заканчиваются, будем из этого исходить. Возможно ли достижение какого-то баланса сил паритета здесь, вот, хотя бы здесь, в Восточной Европе? Ну, в принципе, возможно ли это, ввиду того, что на самом деле это конфликт, а как мы уже говорили, это борьба смыслов, собственно, сейчас идет. Просто вот здесь, в этом месте, да, вот они тут сошлись и схлестнулись. На ваш взгляд, как это может выглядеть, вот эта вот система сдержек противовесов, чтобы все-таки Восточная Европа жила спокойно. Проблема, действительно, в метафизическом конфликте, и субъектом этого конфликта далеко не является Украина, потому что, включая даже нынешнего ее президента, который абсолютно не самостоятельен в принятии решений. Конфликт элит. Конфликт, с одной стороны, именно глубинного государства. О чем идет речь? Речь идет о том, что сейчас идет в глобальном масштабе переход от пятого технологического уклада, это общество потребления, глобализация к совсем иному укладу, где будут господствовать нанотехнологии, биотехнологии, робототехника. Пройдет буквально незначительное количество, где-то лет, наверное, 15-20, и порядка 200-300 миллионов человек на планете смогут производить тот продукт, который сегодня производят миллиарды. А что делать с остальными? Встает вопрос. И вот в рамках вот этих археизационных фундаментализмов они подлежат ликвидации. Вот о чем идет речь. И для подавляющего большинства граждан Европы, это миллионы и миллионы людей, разумеется, такой исход неприемлем. В этом отношении действительно необходимо не просто баланс сил, а формирование понимания, прежде всего элит Западной Европы, что их ведут на бойню, подобно тому, как, опять же, у Бертольда Брехта бьют барабаны, идут бараны, кожу для барабанов дают самые бараны. Это было уже в Европе с 1933 по 1945 год. Это проходило оно с величайшими трагедиями для ряда народов. Поэтому главное сражение, сражение в сфере смыслов еще впереди. Что же касается баланса, мы как раз говорили о том, что баланс в рамках самого главного фактора сдерживания, он как раз имеет место быть. Мир остался двухполярным. И все остальные вместе взятые страны... Совершенно верно. Например, о чем идет речь? 19 февраля глава государства нашего и президент России, вот они присутствовали на учениях стратегических сил ядерного сдерживания. Это в Москве. о посещении космодрома 12 апреля. Понятно, что это мирный космос, но параллельно здесь есть очень запланированные, как говорится, ассоциации. Тот, кто обладает мирным космосом, тот тем более способен производить оружие. Кстати, учитывая, что вот этот вот паритет есть и он сохранится, необходимо действительно формировать понимание западных элит вот этой обстановки. И тезис этот, я бы сказал, вот он сформулирован Александром Григорьевичем Лукашенко был еще в 20-м году, когда женский форум. Женский форум, и президент приехал, туда яркая речь и обращение к женщинам, передайте женщинам стран Европы, прежде всего, граничащих с нами, пусть остановят своих безумных политиков. Здесь очень опасная игра, потому что на сегодняшний день идет легитимизация тактического ядерного оружия. О чем идет речь? Например, каждый год блок НАТО проводит учения, в том числе в октябре прошлого года, по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия. По разным данным, 150-180 бомб, планирующих так называемых Б-61, идет их модернизация, огромнейшая точность, всего там несколько десятков километров, с которыми они могут запускаться, как говорится. Но зачем такая точность? Зачем такая точность, учитывая, что, например, реактивные системы залпового огня большой дальности, они более эффективны, учитывая, что это может поразить. Это тактический ядерный боеприпас. Если не вспомнить слова у Академика Велихова, ядерный заряд меньше Керосимского, но направленный в один из атомных реакторов, например, случайное попадание на территории, допустим, ФРГ от Смоленска до Атлантики, буквально через несколько суток будет уровень радиации выше, чем в эпицентре Чернобыльской аварии во время. Поэтому тезис остановить безумных политиков, он более чем актуален на сегодняшний день. Кстати, в 15-м году официальный представитель НАТО, чешский генерал Петер Павел, так его есть в интернете, можно найти, заявил по поводу того, что блок НАТО готов нанести так называемый гуманитарный ядерный удар в России. Очень опасная игра, очень опасная игра, если кто-то задумает вести вот эту большую игру в рамках ликвидации лишнего человечества, то, к сожалению, Европа вместе с нами может стать первыми в очереди на ликвидацию. Поэтому сегодня, когда есть паритет, то нужно договариваться, садиться за стол переговоров и тот факт, что Беларусь на протяжении четверти века является лучшей площадкой для переговоров и фактором мира и безопасности в Европе. Это факт, это призна всеми. Но что не устраивает самые деструктивные силы в мире? Почему было предпринято в том числе попытка вот 20-го года государственного переворота? Дело-то бесполезное, но факт называется факт. А почему сейчас, на ваш взгляд, Киев, официальный Киев так противится, в общем-то, мирным инициативам со стороны Беларуси в частности? Ну и в целом, как многие отмечают, затягивает процесс переговоров? Главным образом здесь два фактора. Прежде всего, конечно, если говорить о политической элите, политической элите, то они далеко не самостоятельны в принятии решения. С другой стороны, и это очень опасно, Украина потеряла все, что можно потерять в ходе своих реформ. Это экономический коллапс, это потери территорий и много-много чего еще. Кроме одного, они попытались возродить страшную идеологию, и во многом это удалось, идеологию не просто фашизма, а неофашизма, или, правильно сказать, даже может быть, неонацизма, потому что нацизм это крайняя форма фашистской идеологии. И там есть как минимум миллион человек, которых научили убивать, и они прекрасно это умеют делать, и одновременно умирать. Это не все население Украины, но если кто-нибудь там скажет против что-то, его просто убьют. Более того, там есть примеры, когда уж кто-то, как, например, Паша Шеремет, ярый оппозиционер, значит, и противник, как говорится, руководства нашей страны, кто еще больше был? Его убили. Его убили, причем убили, как показало расследование участники так называемой антитеррористической операции. За что Пашу убили? Что же тогда говорить о тех, кто является противником нынешнего украинского режима? Есть вооруженные формирования, которые называются белорусскими, которые базируются на территории Украины, проходят подготовку, участвуют в каких-то действиях военных в том числе. Они же, наверное, не представляют себе жизнь по-другому, кроме как с автоматом в руках. Где и как белорусскому государству ожидать проявления активности этих людей в перспективе? Дело в том, что они были всегда. С 14-го буквально года ряд таких группировок они участвовали в так называемой антитеррористической операции. Сейчас есть там даже вот этот отряд имени Калиновского. Исторический опыт Беларуси, в том числе опыт Великой Отечественной войны, он говорит, что миллионы патриотов и сколько было коллаборантов. Если верить Францу Кушелю с провостворения белорусского войска, 39 батальонов белорусской краевовой обороны сколько смогли создать. Правда, там он сетует на то, что гитлеровцы пожалели оружие, не укомплектовали. Да и белорусы не очень стремились туда. Это менее 20 тысяч. Миллионы патриотов и два десятка тысяч коллаборантов явных, которые готовы были убивать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь несопоставимые потенциалы. Что же касается вот этих вот нацистов, белорусских в кавычках, то 14-й год, 22-го января, это еще Янукович при власти, погибает Жизневский. Его потом сделали героем и так далее и тому подобное. Так вот, сохранились наверняка скриншоты. Значит, есть и в интернете информация. То, что в 16-м году посчитали, что он убит пулей, которые только было применяли якобы ОМОНовцы и так далее и тому подобное. Но первичная информация, что он убит пулей с 3-х метров буквально. Первичная информация. По этому поводу очень интересно, что тогда же на форумах его «соратники» в кавычках писали, да он такой хороший парень, да он, вы знаете, когда мы вели огонь по ОМОНовцам, которые валялись там раненые, он начал защищать их, не надо стрелять, они же раненые, не надо их добивать, и получил пулю. Так кто его убил? Тайная, рано или поздно, все равно станет явным. Как-то потом они будут оправдываться, учитывая. Хотя это тактика и по большому счету стратегия всех этих деструктивных сил. С чего начались вот эти трагические события, например, по ликвидации Советского Союза в том же Литве, это было 13 января 91-го года, с убийства литовцами литовцев. Дивизия генерала Схопчика за несколько недель разгружала боеприпасы, имели только холостые выстрелы, только холостые боеприпасы. Их обвинили в убийстве мирных людей. Есть книга Витаута Спиткевича, он хорошо известен как писатель в Беларуси, к сожалению, ушел из жизни. Книга называется «Корабль дураков», который показал всю эту мерзость, всю эту подлость Лансбергисов и их компаний. Более того, в 99-м году в литовском еженедельнике вышло интервью главного боевика фамилия уже Буткевичус, Буткевичус, который учился, как он сказал, в институте имени Эйнштейна у Джина Шарпа, который занимается так называемой гражданской обороной или психологической войной, и тезис «Меня никогда не простят родственники убиенных, родственники погибших, но меня оправдает история. Я поставил советскую армию в условии, чтобы каждый офицер и каждый солдат стыдился, что он служит в армии». Они, литовцы, убили литовцев и обвинили в этом советскую армию, обвинили в этом верных людей, своих же ОМОНовцев. Более того, тогда посвозили со всех моргов трупы, дабы показать, что якобы это уничтожила советская армия. грязная игра, прошла серия процессов и как результат вот этого, вот посмотрите на Литву. Посмотрите на Литву, это очень серьезно. Понимаете, фальсификации такие, ведь они срабатывают, и это не только в Литве такие примеры есть. То, что сейчас попробовали сделать в Буши под Киев. Совершенно верно, поэтому подход одинаковый везде. Самое интересное, что почему можно сделать вывод, что все-таки это была постановка, потому что даже в Украине сейчас ну как-то эту тему сильно не выпирают. То есть поняли, видимо, что где-то прокололись, сработали некачественно. И фактов, говорящих об этом очень много. И наш президент передавал еще дополнительную информацию россиянам, которые мы имеем. И все это вкупе говорит о том, что ну это в общем-то грубо сделано. Здесь абсолютно верно, но почерк одинаковый. Почерк подобно тому, как первая иракская компания от 1991 года, когда значит сами Соединенные Штаты Америки содействовали тому, чтобы Ирак значит осуществил операцию против Кувейта, а дальше показали убиенных младенцев. Инкубаторы стеклянные, разбитые окровавленные тельца. Потом, правда, через несколько лет было показано, что это специально изготовленные куклы, а так весь Запад рыдал у своих мониторов, как это так диктаторы уничтожают детей. Как вы думаете, почему так люди легко верят этому всему? Ведь уже научены, белый порошочек Колин Павел тряс, нет никакого порошка, и Асад химическим оружием травил своих людей, нет ни оружия, нет ни отравленных по факту. И Кувейцкий случай, да, и бывшей Югославии тоже там всего хватало на эту же тему. Люди верят? Проблема как раз заключается в развитии современных информационных технологий, которые несут в себе не только позитивный заряд, не только позитивные элементы, но и как Великобритания, например, значит, Сьюзен Гринфилд, выдающийся нейробиолог, говорит о том, что идет примитивизация мышления, особенно детей. Но дело не в детях. В 2016 году в знаменитом Оксфордском словаре словом года была названа эпоха постправды. Сегодня не нужна правда, сегодня не нужны аргументы, сегодня не нужны факты, только эмоции. Подобно тому, как в постмодерне идеология Западной Европы это и есть постмодернизм, который отрицает идеологию, отрицает воспитание, отрицает все. Нет разницы между ненормативной лексикой на заборе и классическим произведением Шиллера, Гетт или еще кого-то. Раз текст, он имеет право быть. Эпоха постправды, поэтому нам придется работать в этих условиях. На ваш взгляд, почему так активно раздувались слухи, до сих пор раздуваются, по участию вооруженных сил Беларуси в этой спецоперации на Украине? Сделалось тем, чтобы втянуть уже Беларусь в том числе вооруженный конфликт и не столько с Украиной, сколько с самим Западом. Для чего группировки войск мощнейшие за последние годы? Вы знаете, что украинцы, например, которые живут в Черниговской, Северкиевской области, убеждены, что техника обозначена буквой О, это белорусы. Им так объяснили. Это еще раз для того, чтобы обеспечивать самой Украины, значит, держать ее в состоянии сверхнапряженности и как сказанные, причем открыто, о том, чтобы Запад готов воевать до последнего украинца. Как должны вести себя? В первую очередь, конечно, люди в погонах, потому что они первые сталкиваются, допустим, последний пример. Был обстрелен автомобильный переход, Песчатка со стороны Польши, польскими силовиками. Да, нет пострадавших, слава Богу, нет тем более погибших, но сам факт, стрельбы в нашу сторону. Провокации были и могут быть. И здесь, разумеется, есть с одной стороны выдержка это безусловно, бдительность безусловно и одновременно готовность предотвратить любую провокацию. Кстати, у нас, когда только начали создавать границу, это вот после 2014 года, воссоздать пришлось границу с Украиной, до этого ее просто не было. Были примеры прорыва, попытки прорыва, и тогда это, значит, опубликовалось в средствах массовой информации без всяких комплексов, применили оружие и на поражение. Здесь у нас есть кому защищать, есть что защищать, и в этом отношении ни у кого, особенно там на Западе, не должно быть иллюзий. Что же касается, еще раз говорю, что это все-таки метафизический конфликт, на сегодняшний день последние настоящие ценности, человеческие ценности, по существу европейские ценности, они остались здесь, в Беларуси. Они остались здесь, в Беларуси. И благодаря этим ценностям, как говорится, есть шанс, не только для нас шанс, но по большому счету и для Европы. Вопрос ставится как вечный вопрос борьбы добра и зла. И вот на стороне добра именно на сегодняшний день находится Республика Беларусь. Ну, хорошо, когда добро еще и вооружено, поэтому все-таки, на ваш взгляд, с точки зрения военной безопасности, что еще должна делать Беларусь, чтобы обеспечить ту самую военную безопасность на своей территории? Что касается военной безопасности, у нас есть чем защищать, у нас есть что защищать, учитывая независимость, суверенитет, территориальную целостность, незыблемость конституционного строя. У нас есть приоритетные направления коалиционной военной политики, которые нормативно закреплены, это на первом месте в отношении взаимодействия с Российской Федерацией, в рамках союзного государства нашего. Что касается дальнейшего развития вооруженных сил, если говорить чисто о технической составляющей, то это было очень хорошо главой государства сказано и на встречах с президентом России, по поводу и поставок новейшего комплекса С-400, которые, кстати, С-300 и С-400, они могут применяться не только как для систем противовоздушной, но и противоракетной обороны. И ракетные системы Искандер это оружие сдерживания. Более того, когда генеральный секретарь НАТО заявил о том, что они собираются разместить, если Германия откажется от размещения ядерного тактического оружия на своей территории, в Восточной. Понятно, кому. Недавно буквально президент Польши заявил, что они готовы разместить. Но мы говорили, что это очень опасная игра, потому что ни нас, ни Польши, никого не будет в этом случае. Стоило главе государства буквально сказать о том, что в этом случае, если при размещении ядерного оружия в Польше, я сразу обращусь к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы вернуть то, что было вывезено с территории Республики Беларусь. Буквально достаточно одного теза, чтобы через пару дней генеральный секретарь НАТО заявил, что мы не собираемся размещать тактическое ядерное оружие в других странах, нежели тех, которые на сегодняшний день находятся. Хотя, еще раз подчеркну, что легитимизация применения тактического ядерного оружия очень опасная вещь. Вы уже упомянули о том, что действительно белорусская армия прошла несколько этапов реформирования. События последнего времени на Украине дают ли почву для, ну, уверен, что дают почву для размышлений, да, но показывают ли какие-то точки, где стоит что-то сделать более эффективное с точки зрения функционирования опять же системы военной безопасности? Значит, система военной безопасности находится в постоянном развитии. На сегодняшний день ведется огромная работа по совершенствованию прежде всего и тех же нормативных правых на правой базе, это касается и концепции национальной безопасности. Буквально в конце прошлого года принята доктрина, новая доктрина союзного государства. Поэтому, что касается вот этих всех процессов, они идут. Здесь надо отметить, что вот в рамках того, что уже 20 лет назад были сформулированы сущностные особенности войн будущего, то, например, у нас созданы одним из первых, причем мощнейший орган и управления и саммит как род войск, отдельный род войск силы специальных операций. Учения, которые проводят эти силы специальных операций, эти модели их подготовки, это лучшие модели подготовки в мире, по сути дела. Поэтому у нас есть, еще раз подчеркну, чем защищать мир и безопасность белорусских граждан, и есть вооруженные силы, есть наши союзники, которые готовы вместе с нами обеспечить эту безопасность, и здесь ни у кого иллюзий в этом отношении не должно быть. Другой вопрос, что, еще раз подчеркну, сделано очень много, но придется сделать еще больше, в том числе, в том числе вот в рамках формирования и защиты в сфере смысла, защиты в сфере смыслов. Да, на сегодняшний день мы считаем это величайшее достижение, что вот эти ценности, которые подвергаются не просто дискредитации, а уже ликвидированы человеческие ценности в ряде стран Европы, доводя до абсурда соответствующего поведения, эти ценности настоящие, именно европейские, если считать их человеческими ценностями, они сохранились здесь, они сохранились здесь, и защищать их придется нам, защищать им придется нынешним и будущим поколениям, и тот факт, что на первом месте у наших людей, в том числе молодежи, семья, то, что дружба и здоровье, это внушает, в общем-то, оптимизм. Я искренне желаю всем нам и вам тоже мира, и чтобы ваше научное изыскание и весь ваш опыт богатый в том числе и в военной науке пусть тут не пригодится. Успехов вам и побед! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок